книга открытым оком тема священства том 10 вопрос 2339 чем же можно объяснить что архиереи так противится пропуждению народа которое невозможно без понимания писания и богослужения если не ввести родной язык отвечает Игнатий Тихонович Лапкин в нашей книге к истинному православию есть глава о слове она подробным образом рассказывает о значении понимания на родном языке и вот как обрушился на нас тогда наш архиерей вызвано это только и единственно тем что он как и все почти архиереи не родился свыше от слова Божия и от Духа Божия а так по традициям и преданиям верует боятся ада и устремляются туда с жаром ревнителей тьмы Пророк Экклесиаст книга Экклесиаста 417 Наблюдай за ногою твоею когда идешь в дом Божий и будь готов более к слушанию нежели к жертвоприношению ибо они не думают что худо делают вот как отреагировал десять лет назад наш епископ на эту статью сегодня же дело полностью изменилось нас не преследует он с нами молится я стал чтецом проповедую в храме постоянно минимум три раза в неделю на бланке русская православная церковь за границей ишимско-сибирская епархия управляющий ишимско-сибирской епархией епископ Евтихий 26 декабря 1994 года дорогой отец и я получил от Игнатия Тихоновича статью о богослужебном языке не понимаю как такое и таким-то языком мог писать православный часть ответственности я возлагаю и на вас потерять вас для меня будет жесточайшим ударом прошу вас прислать мне ответ срочно со всеми ли вы утверждениями Игнатия Тихоновича согласны то есть потрудитесь составить личный анализ статьи у меня есть письмо Игнатия Тихоновича где он пишет что на все действия берет ваше благословение если Игнатий Тихонович не примет мер к исправлению последствий статьи а вы не отмежуетесь от нее то есть от этой самой статьи я вынужден буду пойти на самые крутые меры вплоть до запрещения в священнослужении уже сейчас пока не получу ответа на свои письма я отказываюсь служить на ваших приходах в барнауле и потеряевке статью я вышлю митрополиту с просьбой снять с Игнатия Тихоновича благословения на миссионерскую деятельность не становитесь только в позу обиженных огрев всех нас своей статьей как дубиной по голове всех писем ослаем их к вам вынужден оставлять копии вы даже не дождались моего ответа с собора братцы так нельзя простите зла не держу за церковь за верных обязан болеть епископ и в тихий первая книга царств двадцать шесть девятнадцать и иные пусть выслушает господин мой и ныне простите и ныне пусть выслушает господин мой царь слова раба своего если господь возбудил тебя против меня то да будет это от тебя благовонную жертвую если же сыны человеческие то прокляты они преды господом ибо они изгнали меня ныне чтобы не принадлежат мне к наследию господа говоря ступай служи богам чужим испытанная временем дороже двух любящих сердец ненагляденья совместный путь до совместный путь на удивление прожит любовь как знаем светит не за деньги нахваливаем старое вино проверенную дружбу как удел счастливых краюшку хлеба им и горе заодно путь то пожар или на скалах ливни как часто балансируем во тьме не друг ли распустил молву худую то критикой детей то обо мне я утром шел навстречу на ходулях теперь у горизонта подвожу итог во всеуслышание голос напрягаю какой же я счастливый дай вам бог героем быть хотя и без регалий неважно в нищете или в достатке но встретить иисуса полюбить его он неизменно верный вечно сладкий смиряющий нависнувших врагов так испытайте же как благ наш иегова создатель мира и спаситель наш для гурманов словесности он грубый и суровый сон критикана во библию берет на карандаш бог верен в слове изреченном им пророчества исполнились буквально мы благодарностью перья все зачиним и в гимнах верность божию восхвален платите десятину от достатка хотя бы в этом бога испытайте елей не оскудеет мука во вдове елей не оскудеет мука во вдове и катке провозгласим об этом с кровли они тайна в чем богу доверялся прославлен окажусь залог мой сохранится в это верю дать духа всесвятого нам обещал иисус в боях испытанным дается он не мерой 21 августа 2004 год игнатий лапкин